Смотрите, как круто! Две какие-то рожи. Страшные вообще. Детей собрались пугать с этими. Вообще ужасно. Вот этот похож на Фантомаса, которого жизнь потрепала, короче. Поехали! Друзья, часто ли вы покупаете квартиру специально для детей? Ну, знаете, у вас своя квартира, а у детей рядом своя. Так вот, сейчас мы находимся именно в такой квартире. Это вход. Сейчас мы находимся в прихожей, где у детей есть отдельный санузел. Вот такой яркий, позитивный, сочный, симпатичный. Кстати, кактусы здесь не просто так. Чтобы не расслаблялись на горшке. И всегда помнили о том, что если не будут слушаться маму и папу и руки мыть, то всегда может настигнуть геморрой. И воткнуться иголками в нежную попку ребенка-подростка. Есть прихожая, смотрите, какая классная. Заходим, здесь есть очень такой интересный пуфик. Правда здоровский, яркий? Ну, прям детский. Вот эти вот крючки, на которые почему-то никто не вешает. Почему все бросили, я не понял. Вот так вот надо вешать. Кстати, на бардак... Потому что мусор лежал. Мусор лежал. Кстати, не обращайте внимания на бардак и на всех этих людей, которые вокруг бегают. Мы готовимся к фотосъемке. А это значит куча вещей, наваленных книг, каких-то мусорных коробок, ботинок. И опять же, вот этих вот людей вокруг кишащих, к сожалению, не избежать. Ну, это же нам не помешает делать обзор. Итак, что у нас дальше? Есть вот такая штанга, куда мы плечики можем повесить. Вот эта штуковина под шапки. Дальше есть общий холл. Ребята, у детей есть общий холл, который освещается и охраняется вот этой замечательной совой. Угу, 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 угу. Нас встречает вот такой замечательный зеленый комодик. Очень функциональный, можем обуть хранить. Или от родителей спиртное. Ну, правда, найдут быстро. В торце зеркало, которое расширяет пространство, потому что его же здесь немного на самом деле. Коридорчик-то небольшой. Но визуально места много. Это все дизайнеры молодцы. То есть мы, мы молодцы. На комод мы можем поставить все, что угодно. Например, бутылку с водой. Какие-то учебники с невыученными уроками. Какие-то сумочки с сигаретами внутри. Ну и так далее. В общем, для детей раздолье. Ну и, конечно, есть большой шкаф. Шкаф непростой. Это для вещей. Опять для вещей. Макс, ты что сюда навалил своего оборудования? Вот видите, да? Даже фотографы приходят и шкаф занимают. Капец вообще. А еще есть крайний отсек, в котором есть холодильник, микроволновка. Здесь будет стоять чайник. Представляете, у детей есть своя кухня. И они не будут бегать к родителям. Клянчить еду. Загрузили сюда сухари с пепсиколой. И все, можете автономно жить тут месяц. Идем дальше. Прихожую я вам показал. Это вход. Санузел. Остается две двери. За обоими детские комнаты. В одной мальчик, в другой девочке. Пойдемте посмотрим, где кто. Это комната для девочки. Девочка, это же принцесса. Поэтому для нее хорошая, большая, просторная кровать. С таким интересным изголовьем. Посмотрите, какой шкаф. С какими замечательными ручками и висюльками. Все должно быть по-девчачьи и гламурненько. Открываем. Закрываем. Заведут кота, котик будет играть. Есть чем заняться. Блин, блин, блин. Это Наталья, познакомьтесь. Наталья повинна во всей этой красоте. Непосредственно ее руками, ее командой, было сделано невероятно из простой квартиры атомстройкомплекса, где отваливается штукатурка. Бывает и такое. Где вспучивает ламинат, то есть стяжку. Мы же все здесь убрали? Мы полностью все снимали, все основание и полностью все меняли. Видите, грустная какая. Устала уже, устала. Есть немного. Замучили мы человека просто. Вот поэтому она такая замучена. Но зато, каков результат. Вы посмотрите, как аккуратно покрашены стены и потолок. Это все вот этими золотыми руками. Ну ладно, она командовала. А на самом деле ребята, которые это все делали. Профессионалы своего дела. Но командовать надо тоже уметь. Согласна. Ну все, иди занимайся своими делами. Мы пойдем дальше. Друзья, что у нас здесь есть еще? Конечно же, есть красивая тумбочка. Смотрите. Она же как настоящий бриллиант ограненный. Но это всего лишь пластик. А это светильник. А вы что подумали? Можно почитать. Напротив есть замечательные полочки, где мы в будущем расставим фотографии. Ну клиент, наверное, сам уже расставит. Имеется в виду та девочка, которая будет здесь жить. Ох, счастливое детство. Мне бы такое. У меня были деревянные игрушки, приколоченные к полу. И шторы поносного цвета. А здесь-то смотрите, какая красота и гламур. Фотографии. Любимых друзей, подруг, родственников. Мамы, папы, конечно же. А вот это кабинет. У меня даже язык не поворачивается назвать это кабинетом. В общем, это место, где девочка будет делать уроки. Посмотрите, как здесь уютненько. Обзор на 180 градусов. И на горизонте лес. Какая красота. За столом есть прекрасный стеллаж, где разместится вся библиотека. Девочка начитана. Учебники, тетради, запасы канцелярии, подушки. Идем дальше. Комната мальчика. Заходим. А вот и мальчик. Но эта комната не его. Этот человек всего лишь занимается тем, что... Сидит на пуфе. Я только что хотел его похвалить, сказать, что он все, что здесь стоит, привозит сюда. Это наш комплектатор. Везет, расставляет. Вот сейчас реп учешет, думает, где же нам взять картины. Картин-то, блин, нету для фотосессии. Куда вы побежали все? Люди, вы куда? Вот это вот Светлана. Покланися, да, публике, пожалуйста. Светлана, ведущий дизайнер, которая работала над этим интерьером. Сейчас только что сбежала Наталья. Она будет фотографировать этот интерьер. Мы еще ее настигнем фотообъективом. А пока, Светлана, Светлана, в микрофон говори. Тяжело тебе было здесь работать? Да, ну интересно. Все, что ты можешь сказать? Сколько времени длился ремонт? 10 месяцев. Ребята. Вынашивали прям. 10 месяцев. Вот поэтому Наталья, прораб наш, была такая грустная. 10 месяцев она здесь наводила красоту. А Светлана ничего, цветет. Все молодцы. Вы сами можете оценить, какая красота. Похвалить Светлану в комментариях. Или поругать, если вам что-то не понравилось. Для того, комментарии существуют. А я продолжу. Это комната для мальчика. Она, видите, какая брутальная. Ну, это же мальчик, это же подросток, это же бунтарь. Все же кипит внутри. Поэтому здесь все так по-бунтарски. Немножко по-спартански. Даже смотрите, какая перегородка сделана из металла. Но вдруг он кидаться начнет. Есть то, что его задержит. Есть такая же решеточка на стене. Но мало ли чего она есть. Кстати, на нее можно что-то зацепить, повесить. Очень удобная штуковина. Помимо того, что декор интересный. Ну и, конечно же, объемный стеллаж. Огромный стол. Напротив окна, кстати, это очень удобно, когда стол находится под окном. Но не забывайте, что в этом столе нужно будет сделать решеточки. Это нужно для конвекции, чтобы теплый воздух от батарей поднимался и все-таки окутывал стекла, чтобы не запотевали. Ну и, конечно, кровать, шкаф и здесь светильники тоже брутальные, квадратные, накладные, чтобы, так сказать, подчеркнуть мальчиковость этого интерьера. Друзья, ну, как вам квартира, которая сделана специально для детей? Если вы подросток, вы бы хотели, чтобы ваши родители сделали специально для вас отдельную комнату. И вы жили отдельно от родителей. А если вы родитель, напишите, хорошо это или нет, когда дети живут отдельно. Рядышком, но отдельно в своей квартире. Лично мне кажется хорошо, потому что дети получают больше свободы, дети больше самостоятельные. Вот если бы у меня была такая возможность, я бы их тоже рядышком вот так поселил бы в квартире, чтобы не ходили там туда-сюда, туда-сюда. Холодильником, чтобы не хлопали. В отдельный поставил холодильник, все ходят, кушают и все такое прочее. Друзья, понравилось видео? Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал и обязательно распространяйте это видео. Жду ваших комментариев. До новых встреч. Да пребудет с тобой муза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!